как переливается то супер базар пойдем зайдем я снимать особо не хочу чисто глянуть а ты не могла с ком и домой отдыхать ну что-то не видать больших упаковок чаю вот только такие 150 рупий 250 грамм ой а раньше в пакетах были вот типа такого няма ну ладно ладно тут быстренько тоже глянем что есть вдруг что-то интересненькое как успоко она чтобы не пылилась а какая прелесть я все хлюпаю ой мне такой скотчик надо был сколько он стоит 5 рубий берем что тут еще есть может у них есть какие-нибудь прикольные тетради такие тусы и базарь тоже не было красивых тетрадей а мне надо что-то тут есть всяко разное тут есть и сумчонки тоже кто там красную хотела я хотела 50 рубий а что она без этой без лямочки что ли мне вроде внутри вот что-то есть прошу прощения что я так хлюпаю но можем взять такое и сразу замуж выйти а вот такая ой так но тут прикольная не такая как на улице там и сели какие-то корявые так ладно надо подумать но я реально офигею если я после покупки сумки вот сразу же выйду замуж на следующий день не знаю тут конечно все зависит даже и от работы сознания своих установок всяких тоже еще какая-то вот такая так надо подумать серьезный шаг совершаем товарищи кстати у меня как интересная и этот тоже хантмейт по всей видимости решила не брать ей сумочку она такая трохи неудобная непонятно как в нее что складывать на телефон ничего там нормально не поместится ну и ладно все не выйти мне замуж завтра но там посмотрим как сложно все будет хорошо всему свое время для мужика надо ers вот такой один остался все можно урон как Вон, ковришки сякие. Я ничего покупать не собираюсь, но чисто интересно, что они тут предлагают. Красота. Сарочка такая. Но не очень приятная ткань такая. Мальчушки всякие. Какая круто. Интересно. Такие кружки и вот такие. Яблоченки. Были еще маечки раньше. Я вспомню, как-то покупала. Вот я. Прикидон такой. Хоть не хожу, тут такая. Ну, ладно. Что есть, то есть. Какой наряд. Для малыша. Тут раньше маеки были. Нету больше. Ну, ладно. Так нету. Обувь мне тоже не надо. Ну, что-то мне не надо. Ухю-ю-юсти. Возьму еще, наверное, себе сыра. Все. И давай. Такое. Так, а сыра, который я хотела, тут и няма. А тут только панира и такой. Ну, как бы такой. Или есть хендер какой-то. Не, не то. Я и моцарелу хотела. Ну, ладно. В другой раз. Куплю скотчик. И бью. На этом вот такой вот скромный шоппинг. Ладно. Тоже ничего. Все. Один маленький хорям тут. Под деревом. Местные сладости. Местные сладости. Местные. Деликатесы. Ещё один мужчина-гладильщик. Тут прям тоже с раскалёнными углями. Тут, конечно, днём поинтереснее гулять. Всё хорошо видно. Я тут уже не первый раз гуляю. Уже столько видео, на самом деле, снято. Все те же тропы тут. Почти ничего не меняется. Хотя на дереве вон поменялось. На дереве прям всё забаррикадировали там этими своими решётками. Вообще никуда не пройти, не подобраться. Что делать? Что есть, то есть. Хорошо, что вообще подойти можно. Хоть куда-то там привязать письма. То хорошо. Как-то так. Всё-таки, если бы мы ходили тут с вами днём, вот эту красоту, вот эту подсветку бы не увидели. На карте подписано, что это как-то Шри Сати. Сайдистрикт. Какое красиво. Ещё где-то планетарий был. Было бы здорово сходить. Надо бы смотреть время работы. Так прям празднично смотрится. Красота. Красота. Вот это да. Вот это хостел, а. Какой. Гонешек тоже там. Хм, ты гонила. Вот это и в музей я хочу, в который всех религий в читании чуёте. Что же надо? Сердце полное сострадание. Это храм Бога. Здорово сказано. О, я помню, я фоткала. Начинайте день с любовью, проводите день с любовью, заканчивайте день с любовью. Всё в любви. Всё в благости проводим. Оно-то, конечно, выбивает порой. Из-за любви. Надо. Надо стараться помнить просто. Чё, вообще, зачем и почему. Толи на китайском, толи на японском. Иероглифы такие. Тупи-тупи. Тут чё-то прям многолюдно. Форма какая красивая. У девчонок. Нежно-бирюзовая. Неужели они тогда поздно учатся? Сейчас где-то около семи, наверное. Или пол седьмого. Чё-то вот его. Может, во вторую смену кто их разберёт. Проходим под грандиозными воротами. Попадаем в волшебный портал. Где с нами всё будет хорошо. Разбищал какой-то хостел. Тоже с Ганешей. Не светится так прям празднично, но всё же. Тоже красиво. Вот и прогулялись мы с вами. Очень даже здорово, я считаю. Напишите в комментариях, как вам прогулочка наша. Понравилась нам. Так спокойно. Мило. Не напряжно, главное. Где я троги подустала уже идти. Я в конце посмотрю, сколько я сегодня километров прошла. Очень интересно. Волшебная ворота. Чё-то нет, живёте в музее. Чё, когда он тут? Понедельник закрыт. Утром работает с 9.30 до 12. Вход закрывается в 1.30. Ага, ещё после обеда с 3.00 до 5.00. Ну, лучше утром, наверное, идти. Отлично, буду знать. Я в интернете посмотрела. Музей всех религий в такое же время работает. Можно в один день туда сходить, в другой день сюда. Поснимать, наверное, не получится, но хотя бы посмотреть, освежить свои воспоминания. Мужчина. Площадка. Вроде как детская. Это какие-то горочки. Того-сего. Плоховато видно. Всё, уже почти дошла до ашрама. Прелестно, прелестно. 7.15 сейчас. Кто-то чем-то тут торгует с одеялками. Всё в основном закрыто. Всё торговые ловчонки. Кто-то работает. Ну что, ещё один портал. Волшебное измерение. Проходим, проходим. Прошли. Мне сейчас, знаете, какая мысль пришла? Ну вот у меня насмерть течёт. Но это же вот, получается, мой организм пытается таким образом вымыть вирус, бактерии, что там прицепилось опять. То есть организм справляется как может своими силами. Так что, чего на него это ругаться? Наше тело очень мудрое. Ой, только я его сегодня это утомила. Буду отдыхать. Думаю, в столовую возьму сегодня ещё побольше вот этого имбирного чая. Ну как, это имбирный просто напиток, я так понимаю. Но без чёрного чая, без ничего, просто имбирь с водой. У меня ещё лимон есть. Всё, чуть-чуть мёда. Добавлю. Будет вообще красота. Буду я снова пить этот свой божественный нектар и оздоравливаться. до чёпала, до ашрама. Целости и сапаранности. Всё хорошо. Тут во мусор, смотрю, не вывезли. Только там начатравится. Что-то они как-то своими силами собрались и вывезли. А тут что-то вот так и лежит. Может, ещё продолжается забастовка в ряхану-ка. Ну ладно, шо робить? Драссолеты какие, боже мой. Шо роб. И снова знакомые виды. Я стараюсь вот запомнить каждый момент. Вот такой вот... Каждый момент каждого дня, проведённый здесь. Потому что каждый раз уезжаешь. Каждый раз не знаешь, когда вернёшься и что вообще тут произойдёт уже. Нет уверенности ни в чём. Стабильность как иллюзия. Поэтому я благодарна, что сейчас вот так. Всё чудесно. Вот такой у меня сегодня ужин. Три джинджер-чая. Два с собой заберу. Окра-райс и дау. Чаи вот на 30 получается. Рез 20. Дау. Ну, они там округляют немножко. В итоге 60 рубей. Смачно есть. Ну, шо? Вот я и дома, наконец-то. Почти 8 километров. Боже ты мой. По ощущениям, все 10. Притомилась. Но буду отдыхать. Набираться сил. Выздоравливать опять. Всё подхожу. На этом я с вами прощаюсь, дорогие мои. Спасибо, что смотрите. Смотрите, пожалуйста, рекламу. Особенно в январе это наиболее актуально, потому что декабрь считается самым таким прибыльным месяцем, потому что все вбухивают последние деньги, оставшиеся на рекламу именно в декабре. Это такие праздники, все закупаются. Ну, короче. А январь уже такой лайтовый, и рекламные бюджеты, они меньше. И, соответственно, заработок у блогеров тоже меньше. Но, чем больше просмотров рекламы, тем лучше. Всем спасибо большое, что вы её смотрите. Довы в моём сердечке. Мури-мури. А я вам шлю. Лучки добра и любви. Из-под апартии. Много-много. Люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok